Продолжение следует... Продолжение следует... Подсветить ваши главные грани. Как вы думаете, почему люди увидели в вас свет мудрости и доброту? На самом деле, если честно, я сразу в себе это не видела. То есть я просто открыто к людям общалась, открыто с людьми. Мое взаимодействие было... То есть я без осуждения, без каких-то определенных... Знаете, такое вот есть состояние, когда ты не думаешь за другого человека, ты просто говоришь человеку, как ты чувствуешь, что ты думаешь, да, именно... И этот свет, он как будто бы льется изнутри. И потом, когда я уже стала заниматься всей деятельностью, уже духовная энерготерапия, то есть через цифры я смотрю, через чакры дополнительно поток свой подключаю, и я уже тогда уже стала понимать, что да, что-то во мне меняется, и я уже чувствую это по-другому, вижу по-другому. Я вижу в людях внутренний свет. И вот через, видать, свой внутренний свет я раскрываю в людях их внутренний свет. Как-то так у меня получается. Объяснить мне, наверное, не буду. Все начинается с внутреннего света, с любви, которую мы посылаем другим. Бог нам посылает свою любовь через свет. Конечно. Соответственно, а мы, если хотим быть как боги, мы должны повторять его действия. Ну все, согласна полностью. Рождать в себе любовь, которая превращается в этот свет. Это самое главное упражнение, так сказать, ежедневное в процессе личностного духовного роста, как сейчас мне рассказывают мои источники, по которым я, так сказать, занимаюсь, Елена. Елена, а вот этот внутренний свет, расскажите, как постепенно вы его в себе, что ли, обнаруживали, вот вы эпиляцией начали заниматься. Недавно, по-моему, да, всего? Да, это просто, скажем так, небольшое хобби, которое несет стопроцентный результат удаления волос. То есть, и почему именно электроэпиляцией я стала заниматься? Потому что, да, мне важно именно, чтобы человек пришел именно к результату. Что если удалить волосы, то есть, допустим, он хочет, да, в нежелательных зонах, допустим, это будет навсегда, да, то есть как бы как исполнить свою мечту. Потому что у меня у самой была такая мечта удалить волосы, и я это сделала, и я прошла и беременность, и роды, и очень много лет прошло, то есть больше 13 лет, и то есть результат, он какой был, такой и остался. То есть просто если они удалились, они и правда удалились навсегда. И поэтому, когда я стала заниматься именно ведической энергетерапией тоже, и мне тоже нравится, что здесь тоже, если человек идет к результату, он всегда его получает стопроцентный результат. И поэтому мне это очень нравится. А до электроэпиляции чем вы занимались? У вас какой опыт самозанятости или где-то в найме вы работали? У меня на самом деле очень большой опыт работы. Я работала, как и частной няней в свое время, еще когда была молоденькая, приехала в Пермь. Я работала бухгалтером очень много лет. У меня была своя фирма. Я работала в транспортном, связанном с транспортным, то есть руководила большим количеством людей. То есть у меня была достаточно большая зона ответственности в жизни. Я, в принципе, к этому стремилась, всегда хотела быть руководителем. И, скажем так, я своей цели определенной достигла. Но потом, скажем так, пришел момент, когда я поняла, что дальше? Дальше вот эта ответственность, да, хорошо, все замечательно. А что, как бы это, неужели вот именно в этом заключается жизнь? И вот тогда пошли мои перемены. Причем вы напрямую пишете, что вы прошли непростой путь от саморазрушения до состояния счастья, от этого света, который мы сейчас видим. А в чем заключалось саморазрушение? Если вы всего достигли, как бы, то что там? Ну, смотрите, давайте начнем с того, что, конечно, у нас все идет изначально с нашей семьи. То есть мы приходим в этот мир, мы выбираем маму и папу. И благодаря определенным каким-то знаниям, то есть мы получаем уже знания от них. То есть они проходили свой путь, мы смотрим. И там были непростые отношения, взаимоотношения с мамой. То есть была агрессия со стороны мамы достаточно большая. И, скажем так, я всегда задевалась вопросом, почему я вообще здесь? Почему меня так не любит мир? То есть почему меня обижают? И это очень сильно сказалось потом впоследствии на определенные, скажем так, мои действия в жизни. То есть, конечно, потом алкоголь, допустим, в раннем возрасте, сигареты. То есть непонимание того, что есть. Но все равно, как сказать, есть какая-то внутренняя суть. У меня какой-то все равно стержень был, который мне говорил, что нет, все, собирайся, уезжай из Губахи и ехать в Пермь. И я так и сделала. Я поехала в Пермь и начала заниматься. Но эзотерику я включила еще, помню, тогда, с момента, когда был Лазарев, это мне было лет 15, лет 15. И я стала изучать эзотерические знания уже с этого возраста, потому что мне нужно было найти ответы. Я хотела быть любимой, я хотела, чтобы меня любили. И мне нужно было понимать, а как это, что, почему именно вот у меня, не было по отношению... Как мне казалось, да, что меня не любили мои родители. В итоге-то они любили, просто они не умели по-другому проявлять себя. Вот это именно начало пути. Потом мне было очень сложно выстроить взаимоотношения с мужчинами. То есть какое-то непонимание. Я даже их внутренне боялась очень сильно. То есть такой внутренний страх. И я тоже работала с этой темой, развивала. И с каждым разом... То есть я проходила такой пятиш... Такой путь, что я даже училась с ними разговаривать. То есть мне страшно было с ними взаимодействовать, разговаривать. Если, допустим, там немножко там был алкоголь, то, конечно, было где-то попроще. Но все равно... Вроде мужчины хотели со мной отношения, но у меня прям был внутренний страх. Как бы я вот прямо вот никак не хотела. То есть вроде как-то хочу. Я хочу отношения, да. То есть был такой момент. Но ты все равно не можешь себе как будто бы разрешить, что ли. И это тоже, да. То есть был тоже один из опытов. Были, конечно, то есть депрессивные состояния. Я проходила через этот опыт. Потому что вроде хочется семью. Вроде как ты уже где-то пришел 27 лет. Ты вроде чего-то достиг. А семьи нет. Взаимоотношений нет, отношений нет. То есть детей нет. И был такой период, когда я тоже была в состоянии депрессии. Мне не хотелось... То есть жить не хотелось. Тоже был такой момент. Но я прошла через это. То есть снова ступеньку вступила. Дальше стала изучать, искать. И в процессе... То есть у меня был такой момент, когда мне было, наверное, где-то 35 лет. То есть я получила абсолютно полное обнуление. То есть у меня не было ни работы, ни квартиры, ни отношений, ничего. И я в этот момент вернулась в Губаху. И разрешила себе просто жить. Просто жить. То есть как будет, так будет. Вот все отпустила. В тот момент я прожила эту жизнь. Где-то 4 месяца я прожила обратно в том месте, где я родилась. И я уехала обратно в Пермь. Но я уже уехала перезагрузившая. То есть это было состояние того, что я принимаю любой выбор, который мне дает Вселенная. То есть я не сопротивляюсь. То есть если значит не нужно пройти определенный путь. И после этого я сказала, то есть Вселенная, какого дашь ты мне мужчину, я выберу его. То есть я согласна на любой выбор, согласна на пройти определенные уроки, если мне суждено это сделать. А тогда на тот момент, до этого, у меня такого не было. И когда я только это приняла, то есть я познакомилась со своим мужем. И сейчас мы вместе. У нас трое детей. У меня сразу резко появилось трое детей. Это был такой интересный очень опыт. Когда я забеременела, у них, у мальчиков мама умерла. То есть я узнаю, что я беременная. У мальчиков, ну они в тот момент были разведены. Умирает мама. И мы принимаем решение, что мы будем жить все вместе. Ну и в тот момент, то есть все пошло, как сказать, знаете, как будто раз, как будто ты с какой-то низкой ступеньки раз и повысился на определенный абсолютно другой уровень. То есть, конечно, то есть и квартира, появилась машина, сразу трое детей. То есть, представляете, у меня ничего вроде такого не было. И сразу раз, и Вселенная тебе просто дает. То есть, вот такой метод перезагрузки у меня был в жизни. А трое детей-то, получается, у вас ваши совместные с мужем дети, еще и его предыдущие жены, да, дети? Смотрите, у меня, получается, у меня своя дочка. Сейчас ей три года. Мальчикам уже, ну на тот момент, когда четыре года уже прошло, младшему было 12 лет подросток. Старшему было 15 лет. 16 лет исполнялось вот на тот момент, когда вот все это все произошло. И вот я беременна Аделиной своей дочкой. То есть, смотрите, вам казалось, что мама вас не любила, а тут Вселенная вам предложила стать мачехой, да, и учиться любить чужих детей. Да, и мамой, и мачехой. Да. Вот этот процесс, как полюбить чужих детей, если своих многим трудно любить. Да, потому что примеры, если неудачные в семье, есть, кажется, что тебя самого не любили. Откуда взять любовь, если тебя не любили? Вот вопрос главный. В том числе в моей жизни тоже. Поэтому вот. Ну, тут, наверное, изначально нужна, конечно, эта любовь к себе. Когда ты любишь себя и принимаешь себя, и у тебя есть какой-то определенный опыт понимания, скажем так, ну, мироустройства, именно мироустройства, уже с точки зрения каких-то более глубинных законов. Эзотерических знаний уже, да, они помогают понять, что без источника внутри ничего не получится. Никакую Вселенную свою не создашь, если сам свет не проецируешь. А что вам помогло, Елена, вот этот, начать свет проецировать? Ну, то есть, как бы вам во Вселенной запрос сделали, она вам послала детей, своих и чужих, и дальше нужно, вот, как бы, не просто учиться любить, а делать это ежедневно. Откуда брать энергию? А вот это уже другой вопрос. То есть, конечно, я прожила вот такой именно путь, что я, да, я погрузилась в семью. У меня был момент, что, конечно, то есть надо и заботу везде проявлять, то есть выстраивать взаимоотношения не только, как сказать, с мужем и с ребенком, но еще и с новыми приемными детьми. То есть, это был такой тоже очень интересный, непростой, непростой опыт. Но я поняла, что вот нужно просто любить, вот просто принимать их и любить такими, какие они есть, и не ждать от них что-то. И когда мы перестаем ждать от другого человека, неважно, там, взрослый это или ребенок, то дети тоже по отношению к тебе начинают раскрываться. Ну, это, скажем так, маленькая такая толика части. Конечно, они двое мальчиков, то есть, и благодаря тому, что я все-таки проработала в свое время до этого взаимоотношения с мужчинами, то есть я научилась их выстраивать, мне было легче. Легче выстраивать и контактировать с мальчиками. Это был такой тоже очень интересный опыт. Я, на самом деле, очень благодарна Вселенной за то, что она мне дала именно этот опыт. И смотря потом свою астрологическую карту, у меня была там такая фраза, что Вселенная подарит мне двух сыновей. Вот она мне подарила двух сыновей. То есть, это как бы было на самом деле. А чего мужчины ищут? Мужчины ведь любого возраста ищут и находят тех женщин, которые их, ну, по крайней мере, интерпретация в точке зрения энергии, да? Эти женщины как солнце должны быть. Солнце – это символ Бога, который нас любит любовью беззаговорочной. Солнце дарит всем и плохим людям, и хорошим свой свет. То же самое настоящая женщина в этом смысле, да? Да. Но очень часто они недостойным мужчинам дарят свой свет. А если достойным, это вот так. Но, с другой стороны, недостойным может стать достойным, да, при таком свете. Согласна, да. Всё верно. Тут, на самом деле, то есть, это тоже такая очень тонкая грань. То есть, да, мужчину нужно любить. Но при этом изначально всегда нужно понимать, что я ценностная. То есть, я сначала люблю. То есть, я проходила тоже в семье такой, скажем, небольшой короткий путь, когда ты погружаешься в семью, и ты забываешь о себе. То есть, забываешь о себе, а кто ты, а что ты хочешь, что нужно, да? То есть, настолько, то есть, именно там. И ты начинаешь теряться. Тебя начинает не замечать мужчина, он тебя не видит, он тебя не ценит. То есть, есть такой определенный момент, скажем так, опыт жизни. И когда вот это стало происходить тоже в нашей семье, я сразу подумала, а что, почему это происходит? И я стала искать ответы. Конечно, я стала искать ответы, заново изучая себя. Я стала заново изучать себя. То есть, я стала изучать нумерологию, астрологию, снова эзотерические знания подключать, проходить определенные курсы, чтобы понять, а что происходит. И благодаря этому я поняла, что, да, конечно, самое главное – это ценность. Что когда я иду по своему пути, когда я счастливая и довольная, и я несу вот этот внутренний свет, и мужчина тогда приходит домой, ему хорошо. То есть, у него внутреннее состояние гармонии, то есть, его никто не пилит, да, то есть, хорошее, нормальное взаимодействие. То есть, ты понимаешь, что, да, он тоже личность отдельная, как и ты отдельная личность. То есть, ты не даёшь ему, даёшь ему свободу, да, в выборе определенных действий. Но, соответственно, как бы ты понимаешь, что я тебе даёшь свободу, ты мне тоже даёшь свободу выбора тоже в моих определенных действиях. Потому что мы с мужем, допустим, очень разные. Он абсолютно земной, я более такая духовная. И где-то вот мы друг друга приземляем, я, ну, как бы дополняем. Вот именно такой процесс происходит. И я ему за это очень благодарна, и я его люблю за это. Потому что он мне дал определенную зону роста. Именно даже выстраивание взаимоотношений и выстраивание границ своих. Насколько я понял, Елена, приехав в Перм обратно, найдя вот эту свою семью, ваш муж помог вам, как бы, даже чисто материально, да, снова встать на ноги. А как теперь вы находили сами свою новую идентичность? То есть сразу же в энерготерапевт или ещё была какая-то стадия такого бизнеса не совсем эзотерического? Нет. То есть я, получается, я в декрете, то есть я уже не работаю. То есть я... Дальше у меня пошёл процесс, когда вот я погрузилась в семью, стала понимать, что где-то я себя теряю, идёт какой-то процесс разрушения. И после этого я стала задавать себе вопросы. И что я сделала? То есть я пошла разбирать себя нумерологически. После этого я пошла учиться на астролога и нумеролога, ведического. И вот с этого начался мой путь. Путь именно трансформации. А психологического образования у вас не было? Было, наверное, экономическое? Не было. У меня психологическое образование – это моя жизнь. Потому что благодаря моим именно наблюдениям, моим какого-то внутреннего, вы знаете, как сказать, приходят люди, у которых есть определённые знания, наверное, база с прошлой жизни. И вот просто когда ты их начинаешь применять и раскрывать, и вот такой талант происходит. Я, конечно, жалею на самом деле в своей жизни, что надо было мне не на бухгалтера пойти, а пойти, допустим, на психолога. Ну, цифры считать, нумерология, вам сейчас тоже в этом смысле эти знания пригодились, да, цифры? Да. Елена, сейчас мы поговорим про ведическую. У нас ещё осталась треть нашего интервью именно на эту тему. Но очень важно, что мы проговорили вот так, как вы к этому шли. Потому что для меня это всегда самое интересное, да? Вот в этом называется, в духовных практиках это называется ваше духовное сердце. Как оно, из чего образовалось, да? Про цифры. Тут недавно я узнал, слушал сеанс с духом Пифагора, и он нам напомнил про свой квадрат. Четыре на четыре. Нужно нарисовать шестнадцать четвёрок на этом квадрате. Четыре – символ вот именно финансового благополучия по теории Пифагора. И вот этот квадрат, шестнадцать квадратиков, в каждом дне нужно нарисовать цифру четыре. Нужно, он сам прям буквально сказал, нужно набрать стакан воды, чтобы он постоял 12 часов, и ровно через 12 часов нужно эту воду выпить. Вот такая нумерология от Пифагора. А у вас какой самый популярный, так сказать, практический совет, связанный с нумерологией и с деньгами? А с деньгами? Ну, у меня в нумерологии именно ведическая есть такая, скажем так, таблица. Я её, наверное, сейчас покажу вам. То есть это вот такой квадратик. Тоже квадратик. Сколько тут? Тоже шестнадцать, смотрите. Да, то есть смотрите. И у каждого есть свой определённый код. И там есть 12 сфер жизни, про которые… А фото от даты рождения зависит, да? Это от даты рождения, да. То есть это рассчитывается именно от даты рождения. И там, скажем, то есть это уже прописано многолетними знаниями. И я уже это проверяла с точки зрения и астрологии, и нумерологии совпадения. Поэтому я занимаюсь нумерологией, потому что, да, в каких-то моментах проще. И я так через цифры лучше вижу. Прям вот вижу через цифры. И здесь как раз вот указано 12 сфер жизни. То есть, допустим, где деньги находятся, где находится здоровье, то есть где находятся возможности в жизни, как нужно вести себя в семье. То есть и в каждой сфере указана своя энергия планеты. И что это означает? Эти цифры вы расшифровываете каждому, да, индивидуально. Этот квадратик, он весит себе, да, наверное, где-то. Да. И вот этот квадратик, это просто, скажем так, это просто огромная база знаний, да, где помогает человеку научиться себя понимать и видеть, как его видят в семье. Допустим, если в семье солнце, это значит, человек, скорее всего, с негативной точки зрения может где-то выжигать, да. А если, допустим, любовь шесть Венеры, не всегда, то есть там бывает благополучие, да, а бывает наоборот любовь. То есть у вас он не просто про деньги, он про все сферы жизни, вот этот квадратик. Про все сферы жизни, да. Он именно про все сферы жизни, он раскрывает, что именно. Потому что у нас есть не только планетарная наша задача, но и подкармическая задача. И там тоже это раскрывается, это есть. Елена, второй факт, который недавно узнал из духовных источников, вообще поразительный для меня, вроде простой, а, значит, он, мне кажется, многие про него не знают. Факт в тот, что когда душа посылается на воплощение, и ангелы, значит, вот эти проводники, консультанты, они подбирают дату рождения заранее. Для чего? Для того, чтобы потом, когда она будет расшифровываться, люди поняли, какая задача воплощения у этой души, у этого духа, да. То есть все наоборот. Дата рождения наша означает, потому что специально она была подобрана, а не наоборот. И это очень интересно. Как ваши источники говорят? Как подбирается дата рождения и кем? Я считаю, что там достаточно, нам, конечно, сложно сказать. Все это не случайность. Самое главное, что это не случайность. Это не случайно, не случайно. Все прописано. Прописано по ДНК мамы, папы, да. То есть мы же в семьи тоже не приходим. То есть, представляете, там, скажем, пусть это, скажем так, огромная вселенная, да, то есть где есть свои определенные высшие существа, которые помогают душе прийти именно к тем родителям, да, то есть воплотить те задачи, которые нужно... А самое интересное, что вот имея дату рождения, и там часто ещё час рождения, да, люди могут прийти к специалистам и расшифровать про своё предназначение. Вот все вот эти вот вещи. Это интересно. Елена, а почему вы называете себя ведическим энерготерапевтом? На самом деле я долго придумывала название, то есть у меня был такой момент, потому что я подключаю разные сферы. Потому что что? Я подключаю ведическую номерологию, где-то ведическую астрологию. Также я подключаю чакры, потому что это тоже ведические знания определенные, да, то есть это... Вот эти семь энергоцентров, семь чакр, то они уже как бы универсальны, не то что прямо из вед, это уже... Это такая космическая, так сказать, константа. Ну, для Земли. На других планетах, говорят, там больше чакр бывает. И плюс, конечно, там психосоматика у меня, поэтому у меня, в принципе, обширенная, поэтому духовная, ведическая энерготерапия. Плюс, конечно, это тоже медитации я включаю, то есть если нужно будет... То есть также я написала еще свои трансформационные карты, где буду проводить игру сейчас. Создали игровые, называется «Энергия жизни». На основании ведической нумерологии. А вот от вас я узнал новое слово «янтра». Это, как нам в Википедии подсказывает, такая магическая диаграмма санскритского в переводе амулет, точнее ограничить, обуздать. Вот. И как «янтра» это работает? Как вы ее используете? А вот смотрите, я как раз показывала вам вот такой квадратик, да? То есть это как раз вот и есть «янтра». Но «янтра» там, я посмотрел в Википедии, она похожа больше именно на мандалу. Ее можно... Эти цифры использовать можно в мандале. То есть если те люди, которые умеют арестовать определенные, да, мандалы, то есть они вот эти как раз... То есть они цифры кодируют цветами, получается, или как? Да, они умеют их кодировать и вставлять в определенную мандалу. И это получается волшебно очень. И привлекает человеку удачу. То есть мандала красиво выглядит, а если вы еще ваш этот цифровой квадратик туда закодируете, будет универсальная энергетическая картина, да, так сказать. Портал. Да, 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 все видно. Портал в раскрытии себя. Сформулируйте, Елена, нашу тему сегодняшнюю. Вот. Как же в вашем понимании ведическая энерготерапия помогает человеку пройти, цитирую вас снова, путь от саморазрушения до состояния счастья, понимания процессов и законов жизни. 1, 2, 3. Ну, смотрите, благодаря моему расчету, что происходит? То есть, учитывая, что у меня есть определенные знания, есть моя энергия, когда человеку... Я беру расчет, человека беру в свое поле, я его начинаю раскрывать. И человеку создается определенный энергопакет, который помогает впоследствии познать себя и увидеть определенные знаки, вещи определенные, которые нужно как бы распаковать в себе еще дополнительно, чтобы прийти к своему призванию, предназначению, увидеть себя. И это вот как раз вот такая более глубинная, скажем так, вещь... Это как ДНК, да, что закодирована информация через дату рождения, специально выбрана дата рождения такая, чтобы закодировать предназначение этой души в этом воплощении. А дальше что? Да. А дальше уже человек начинает раскрывать свою интуицию, видеть знаки. Человеку приходит определенная, скажем так, информация или определенный, скажем так, допустим, приходит человек и говорит, что ты знаешь, как бы вот я была там, пойдем туда сходим. И то есть человеку нужно понять, а ему нужно туда идти или нет. И благодаря моим расчетам, потому что я же больше как бы в консультации, сопровождении иду, то есть я человека раскрываю, помогаю, а нужно тебе туда идти или нет. Да, допустим, тоже как бы, чтобы вот это ощущение было. То есть как ты чувствуешь, как твое тело реагирует. Поэтому это все вместе вкупе уже дает вот такой, скажем так, скачок, что человеку раз как будто и он рост получает в своей жизни, видение получает, знак получает, понимает, куда идти. А вот в нетворкинге, где вы с удовольствием участвуете, да, вот сейчас это бизнес-модел, тоже нетворкинг, Анастасия Раповой, вы там идете в свой страх, да, все еще боитесь выступать, но идете и выступаете. Да, да, я даже с вами сейчас выступаю, у меня есть небольшое волнение, и я это понимаю, что да, это мой первый опыт, интересный. Интервью – это именно опыт познания себя, в первую очередь, да. Что вы скажете? Я думаю, что это было. Да, нового для себя. Там, смотрите, то есть там, конечно, у нас идет, то есть это мы в группе девочек, где мы, каждый приходит со своей целью. Конечно, допустим, моя цель – это выйти, да, то есть на публику и не бояться рассказать о себе, о том, что ты делаешь, просто представиться, выходить тоже вот из таких рамок и зоны комфорта, потому что у меня в детстве была мечта выйти на публику, разговаривать, да, то есть побыть моделью. То есть быть мотивационным спикером, по сути дела, да? Да, 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 да. Но это моя задача на самом деле, моя задача по моему призванию тоже, которая достаточно сильная, и если я не буду его раскрывать, то я, конечно, у меня через болезни, через как бы сразу пойдет, то есть у меня сразу, то есть настолько я на таком уровне нахожусь, что если я не двигаюсь, то все, у меня сразу разрушение идет, то есть сразу по телу. Поэтому да. То есть если мы не идем по своему предназначению, психосоматически это отражается сначала на нашем энергетическом теле, да, на как он называется, там тонкое тело, а потом это то же самое копируется на материю, то есть в теле возникает. Вот, и поэтому вот эти блоки, эти пятна надо убирать разными способами. Обязательно. Потому что я считаю, что каждый человек пришел в эту жизнь для того, чтобы наслаждаться жизнью, для того, чтобы радоваться, да, для того, чтобы получать какие-то в жизни блага. И да, можно остаться на том уровне, которым есть, и бояться, и как бы делать определенные шаги, а можно взять и просто изменить, и начинать уже видеть жизнь, и радоваться ей, и наслаждаться. И соответственно, как бы получать уже определенные... А вот эти страдания необходимы, вот чтобы прийти к этому? Вы рассказывали целых две трети нашего эфира о том, что как бы не сразу получается прийти к этому свету? Да, на самом деле не сразу, но тут же, видите, я же шла через свой определенный опыт. То есть я искала знания дополнительно. Тогда в тот момент особо ведь тоже это сильно не афишировалось, не раскрывалось. Это сейчас у нас очень ярко, это все выражено, проявлено, и можно этот путь пройти гораздо быстрее. И между прочим, не специально, Елена, что так все с этим выходят. Смотрите, как это такая целая лавина, да, вот этих, я бы сказал, эзотерических знаний, которые вдруг люди начали использовать ежедневно. Потому что, видимо, начинается новый этап развития нашей планеты. Осознание, что ли, этого, что мы бессмертные души, точнее, духи, да, душа, это вот дух, воплощенный в тело временно, да, и все это очень интересно, да. Для меня это все, как бы я все допускаю, все это интересно, потому что, как сказать, это драматургия, вечной жизни, да, в нас, так сказать. Елена, а какая у вас миссия сейчас в двух словах? Моя миссия сейчас раскрыть именно человека, именно раскрыть его, для того, чтобы он научился быть, как сказать, нес вот эти вот вибрации, вот эти легкие. Вот учился тоже любить, безусловно, да, то есть, именно через свет. Это высокие вибрации. Высокие означает, чем выше скорость вибрации, тем мы выше поднимаемся, то есть, ближе к Богу, по сути дела, к источнику света. То есть, что получается, видите, сейчас же нашей планете, что нужно? Нашей планете нужен внутренний свет, то есть, нашей планете нужна любовь. И если человек больше в негативных эмоциях погряз, да, то есть, планета эти негативные эмоции, она тоже как бы выбирается. Это совместная энергия собирается вместе и называется эгрегор. Смотрите, что творится у нас с эгрегором России, сколько негативных эмоций, потому что это коллективные эмоции людей, и отсюда возникают войны. Войны у нас на пустом месте не возникают. Конечно. А если каждый будет работать над своим светом, то все вместе мы, как сказать, очистим, наверное. Мы поможем этому миру, поможем планете, да, пройти трансформацию легче, быстрее, и, соответственно, нам тоже будет это сделать легче, потому что это все равно неизбежно. То есть, мы пришли в этот мир для того, чтобы сейчас... Итак, еще раз, какие два слова оставляем? трансформацию изменения. Трансформация изменения? Ну, смотрите, внутренний свет, да, то есть внутренний свет. Мы трансформируем себя, да, как бы трансформируем свой внутренний свет. Давайте так оставим. Это уже три слова, надо два, чтобы осталось. В этом тоже есть интересный смысл, да, оставить два слова в своей миссии. Оставьте два слова. Какие это будут два слова? Несем свет, трансформируем свет или что? Ну, наверное, сделаем так. Пусть будет вселенская любовь. Оставим. Вселенскую любовь нам показывает на своем примере, показала на своем примере, как найти вселенскую любовь в себе. Елена Ахунова, каточка коми Елена Ахунова, наша тема медическая энерготерапия. А точнее, как это Елена показала, как в своей жизни вот этот свет обнаружить, а веды нам тоже это помогают сделать. Елена, спасибо, удачи вам. Благодарю, Влад. Спасибо. Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхнекамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17. Отцать. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова